И начнем выпуск с самой резонансной новости дня. На Южный Урал доставлен предполагаемый куратор групп смерти. Его привезли из Москвы под конвоем и в наручниках. Молодому человеку 26 лет, он работает почтальоном. По версии следователей, в свободное от работы время парень давал задание детям покончить с собой. Жертвами злоумышленника могли стать 32 ребенка. Среди них 14-летняя девочка из Етульского района. Туда и привезли сегодня администратора группы смерти. И заключили под стражу. Маргарита Хижняк продолжит. За решеткой Илья Сидоров. Тот самый, кого обвиняют в доведении до самоубийства. С виду обычный молодой человек. Работал почтальоном. Держится спокойно, но глаза все время в пол. Садей нам признается. Сейчас идет следствие. В течение двух месяцев он будет следоваться под стражей. Следователи уже выяснили, в его группе смерти было 32 человека. И все несовершеннолетние. Сидоров давал детям задание, где исход один. Смерть. Он раскаивается, но, видимо, не до конца еще понял, что с ним происходит в настоящее время. На вопросы журналистов мужчина не реагирует. Зачем ты это сделал? Уголовное дело возбуждено по статье 110. Доведение до самоубийства. К счастью, девочка совершила только попытку суицида. Расследуется сейчас дело. Срок предварительного следствия два месяца. Девочку удалось спасти. Сейчас она находится в детской областной больнице. Но ребенок до сих пор подавлен. Избавиться от страха, что с ней раскрытается куратор группы, пока не удается. В школе учителя шокированы случившимся. Ученицу характеризует как спокойную и уравновешенную. Среднячок на 3-4 учится. Друзей всегда было много. Особых таких отклонений в поведении мы у нее не замечали. Но вот в последнее время было замечено, что она очень часто увлекается телефоном. Ну и стала какой-то более раздражительной. На контрольной по математике девочке стало плохо. Ее отвели в медкабинет. Вызвали скорую. Воспитывает девочку опекун. По словам соседей, к дочери мама очень внимательна. Часто видит их вместе. Постарается женщина. Муж у нее умер. Дети у нее все хорошие, работают. Не знаю. Соседка она хорошая. А буквально вчера Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение детей к суициду. Поправки в уголовный кодекс предусматривают до 6 лет заключения за создание так называемых групп смерти. И до 3 лет для тех, кто вовлекает подростков в смертельно опасные игры.